Елена уже несколько дней боится выезжать на дежурство. Во время ночной смены на девушку и ее коллегу напал пациент. Скорую вызвала жена мужчины. Оказалось, ему нужна помощь не медиков, а сотрудников полиции. Их тоже пришлось вызвать, когда пьяный мужчина попытался напасть на фельдшеров и оторвал дверь скорой помощи. Страшно тем более ночью ездить. Естественно страшно. Куда деваться? Работа такая у нас. Чтобы уволиться, нет, не возникало. Просто как-то обезопасить себя хотелось бы, естественно. Скорее всего нужно будет приобрести какое-нибудь средство защиты. В этом году у нас уже было 7 нападений на сотрудников скорой помощи. Чаще всего это Волжский, Кировский и Ленинский район, город Саратов. За каждым случаем нападения стоит пациент, употреблявший алкоголь. Скорую дебоширом редко вызывают родственники. Обычно увидев человека, лежащего на улице без сознания, сознательные саратовцы решают, что ему плохо и набирают 0,3. Когда приезжает бригада, оказавшийся пьяным пациент пытается напасть. Тягивают наши силы и средства на выполнение именно наших целей. Это выезды к тем больным, которым именно нужна скорая медицинская помощь. А в связи с тем, что практически все адреса, где были нападения, они были уличные, то эти уличные адреса попадают по всем нашим порядкам, приказам и нормативным документам на выполнение в первую очередь. Уже семь нападений за неполные полгода. В прошлом году 12. Их число растет ежегодно. И чем чаще пациенты поднимают руку на медиков, тем больше фельдшеров потом пишут заявление на увольнение. Не все готовы работать в таких условиях. Поэтому в руководстве скорой помощи говорят, прежде чем вызывать медиков к лежащему человеку, нужно убедиться, что ему действительно нужна помощь.